Здравствуйте, мои дорогие! Сегодня хочу сделать обзор на мою коллекцию духов. Очень много запросов на эту тему было, очень давно у меня было видео на эту тему, и сейчас я когда собирала духи, я поняла, что у меня их не так много, потому что духи для меня такие, скажем, определенные вещи, которые я не могу носить. Вот, например, духи, которые я носила год назад, я не могу их носить на себе сейчас, потому что у меня какое-то совершенно другое восприятие жизни, восприятие мира, а те духи, они как бы импортируют в мою современную жизнь воспоминания, которые были тогда. И почему-то у меня с духами не всегда связаны именно положительные воспоминания, то есть в основном это какие-то, не знаю, переживания почему-то и какие-то неприятные ощущения. То есть я духу и духи прошлогодние, скажем так, и я вспоминаю то, что было в прошлом году, почему-то не очень хорошее. Не знаю, у меня вот какое-то такое ощущение, но духи по-прежнему остаются приятными, по-прежнему они мне нравятся, просто я не могу, я вот если отношу, например, полфлакона отпрыскаю, их поставлю там через месяц, я, например, подумаю, а не попробовать ли мне ими опять пользоваться, я уже не смогу. То есть вот у меня какая-то такая, не знаю, система, но коль вопрос был на тему духов, я покажу свою коллекцию, она такая не очень большая, и расскажу о новых моих духах, моей новой любви, которую мне подарил муж на Новый год. Вот, так, поехали. Духи, которые вот я сейчас покажу, они на самом деле мамины, и на самом деле у них очень долгая история, и они на самом деле немножко сейчас друг по-другому выглядят, в общем, это Armani Code от Giorgio Armani, такие вот духи, так вот они называются, такой флакончик, но это немножко другая вода, не та, которая была раньше, почему-то раньше, которая была, она немножко другим запахом, более резким отдавала, они почему-то, я их не могу сейчас найти, и это маме подарили на день рождения, и я уже говорила, как они называются, как они правильно выглядят, и всё равно купили вот как-то почему-то не те, и я когда сама пошла, думаю, ну, может, ошиблись, давайте я сама посмотрю, существуют те духи или нет, почему-то я их не нашла. В общем, одно время я пользовалась этими духами, и причём не то, что одно время, я пользовалась ими года три. Я реально сидела на этих духах, именно вот Armani Code от Giorgio Armani, просто это было какое-то помешательство на духах, я просто их обожала, я не могла никакие другие вообще нюхать, меня просто отвращение вызывали, мне нужна была доза именно этих духов, это какой-то просто, не знаю, наркотик для меня на тот момент был. Слава Богу, что я с них благополучно слезла, причём слезла я с них на Булгаре, вот. Но сейчас периодически мне нравится пшикнуться вот маминами, мама на них подсела теперь, вот, мне нравится периодически ими пшикнуться, потому что достаточно такой вот нежный, этот немножко другой запах, не тот аромат, который вот в тех был духах, он достаточно в меру тяжеловатый, всё-таки он более вечерний, более такой вот зимний, но он цветочный, он цветочный такой аромат, с какой-то такой вот непряной ноткой, не знаю, у кого, в общем, есть такие духи, те поймут, одно время, я говорю, вот я три года на них сидела, просто не могла никакие другие вот пользоваться, и флакон такой, главное, удобный и красивый, в общем, вот, давайте сюда, главное не снести локтём, духи, на которые я слезла с этих, вот, выглядят вот так, это, по-моему, маленькая версия, есть больше, тут видите, сколько их осталось, этими духами я пользовалась, неоднократно покупая флаконы, пользовалась, наверное, год, то есть поначалу у меня было такое, что, когда я только начала, скажем так, духами усиленно пользоваться, я пользовалась большим промежутком времени, одним, в большом промежутке времени, одними и теми же духами, то есть я почему-то подседала, скажем так, на одни духи, и не могла их сменить вообще ни на что, вот какой-то, а сейчас спокойно могу менять, вот, так, ну, в общем, духи вот такие, это омния, их много вариантов, сейчас я не могу сказать, как они называются, тут стёрлись, ну, в общем, зелёненькие у Булгарии есть, вообще она такая более большая упаковка, зелёные, рыжие вот новые вышли, розовые, белые, фиолетовые, в общем, ну, вот это была самая первая упаковка, ой, самые первые духи зелёненькие, которые были у Булгарии, они достаточно лёгкие, причём как-то поразительно, я вот с этих тяжёлых достаточно Armani Coda слезла вот на такие очень лёгкие, как-то, это было, кстати, летом, очень такой, там какая-то точно специя есть, мне кажется, такой достаточно лёгкий, ненавязчивый, очень похож чем-то вот по мироощущению, скажем так, на, сейчас скажу, на мексовские, вот Ice, что-то Ice, Ice как-то они называются, вот те тоже лёгкие, я ими тоже одно время пользовалась, ну, в общем, вот понюхайте, потому что вот эти духи, к ним я вот, кстати, сейчас вспомнила, что я возвращалась, то есть я пользовалась другими, потом возвращалась опять к этим, пользовалась другими, опять к этим, то есть они достаточно нейтральные, такие вот духи. ещё у меня были Estée Lauder духи, они очень были с ноткой флёрдоранжа, но я их вот сейчас не нашла, я их, наверное, выкинула, потому что мне кажется, что я их выкинула, потому что они стухли, вот, потом какой-то промежуток времени я пользовалась совершенно какими-то пробниками непонятными, а потом всё-таки я, многие духи у меня просто конкретно стухли, я уже даже не помню, какие у меня были, но это я нашла те, которые у меня есть, то есть такие оставшиеся в живых, это одно время просто тоже фанатела, идиль от Герлен, такие вот духи, очень интересная история, как я к ним пришла, я была у мужа на работе, и там ходила девушка, и безумно от неё вкусно пахло, я просто, она проходила мимо, я, какие духи, я хочу такие же, то есть у меня вот такое какое-то состояние было, и реально не постеснялась, и говорю, а подскажите, что у вас за духи мне очень нравятся, я понимаю, что на разных людях по-разному они звучат, скажем так, но, в общем, мне настолько понравились, что я захотела их просто понюхать, как они на мне звучат, и, в общем, захотела такие же духи, она мне, значит, показала, что вот идилья пошла, и, собственно, сразу их купила, то есть они на мне прекрасно зазвучали, очень цветочный, очень такой девчачий, нежный аромат, не знаю, мне вот, сейчас я, наверное, не смогла бы ими пользоваться, они у меня стоят, вот их сколько осталось, это вот единственный флакон, я повторных не покупала, вот я их практически целиком выпроскала, но они такие очень-очень нежные, вообще у меня преобладали раньше достаточно легкие, достаточно простые, мне кажется, парфюмы, которые, ну, ничем не примечательны, сейчас у меня, мне кажется, вкус конкретно изменился по духам, и сейчас я покупаю, я могу купить даже какой-нибудь унисекс, и абсолютно им пользоваться, мне и мужские духи, я могу на себя и мужские брызнуть, то есть как бы вот у меня какой-то такой вот клин пошел по духам, непонятно в какую сторону, дальше вот эти духи, которыми я, в принципе, сейчас могу брызнуться, да, да, могу ими попользоваться, это Роберто Кавали, вот есть еще золотая, в золотой такой упаковке духи, вот не скажу, какие это, как они называются, Nero Assaluto, Nero Assaluto, вот такие вот духи, это, по-моему, сколько, 30 миллилитров, есть еще 50, большой такой флакон, такие вот душки, они душные, они вот такие прям приторно-душные, но это единственные духи, на которые все мои знакомые мужского пола реагируют очень нестандартно, скажем так, то есть все знакомые, которые на мне ощущали, даже с которыми, естественно, быть ничего не может, и у меня муж на них как-то среагировал, так его прямо, как у тебя пахнет, то есть вот для мужчин как-то вот эти духи, они почему-то вызывают какой-то такой вот, может, там феромоны какие содержатся, я не знаю, но вот какой-то такой прямо живой интерес, кстати, сразу к женщине проявляется, когда вот, не знаю, может быть, просто от меня так с ними пахло, в связи, в смешании с моим телом, запахом и так далее, но, в общем, я вот говорю, что какое-то странное такое, ты чего? Вот примерно так, то есть как-то у людей, у мужчин на эти духи немножко такое вот состояние, нестояние получается, вернее, наоборот, ну, в общем, такие они достаточно, вот, ну, вот тут не зря такой Леоперт Тигр нарисован, они, все-таки в них есть какая-то, знаете, нотка такой агрессивной сексуальности, вот, наверное, так можно обозначить, то есть приятно, я могу ими сейчас брызнуться, но так как у меня сейчас другие вещи, сейчас я о них в конце, собственно, и расскажу, я сейчас пока только этим пользуюсь, но вот эти к этим, наверное, да, сейчас я понимаю, что я могу, в принципе, к ним и вернуться, так, одно время в глэмбоксе пришел пробничек вот этого аромата, это, кстати, к вопросу, что куплено после коробочек и под влиянием Ютуба, это куплено именно после коробочек, нишевая парфюмерия, аква депарма, именно серия, не серия, а вот парфюм, Джинебра Ди Сардиния, это переводится, Джинебра, господи, как оно переводится-то, девочки, можжевельник, что ли, в Сардинии, как-то так оно переводится, когда я попробовала его в пробничке, кстати, вот это один из небольшого количества вариантов было, когда запах из пробника совпал с запахом самих духов, потому что очень часто бывает так, что в пробник какой-то более завлекательный запах, тот же, но более яркий, кладут, заливают, скажем так, чем в уже полную версию, когда ты идешь покупать магазин, видимо, это как-то вот специальный такой ход, ну вот, и поэтому всегда сравнивайте, кстати, с чем, что и получилось, вот у меня был пробничек, я, кстати, подумывала о его покупке, Miss Dior, именно серия, сейчас я скажу, какая, именно вот эта, то есть их, ну давай, фокусируйся сейчас, именно вот этот, их очень много, Miss Dior, но мне понравился только вот этот, и просто он настолько божественный, нежно-женственный, я просто зафанатела, и когда я пришла в магазин, я им попрыскалась, извините за мой французский, попрыскалась, ну да, в общем, попользовалась ими, скажем так, попробовала их, на себя нанесла, абсолютно другой, я именно этот же взяла, парфюм, абсолютно другой запах, ну вот просто, он абсолютно плоский, абсолютно, ну никакой, вот в пробнике был гораздо вкуснее, просто вообще балдежный, вот именно вот этот Miss Dior, вот как я показала, вот этот Blooming Bouquet, именно вот он, в пробнике был супер, а в самом полной версии, в магазине, уже вот так, ну и вот, и был у меня пробничек, попробовала я, и сошла с ума просто, по этому аромату, вообще у Aqua De Parma, очень много разных парфюмов, и у них, такая вот еще оранжевая серия, есть вот эти синенькая серия, это нишевая парфюмерия, это, что значит, селективная парфюмерия, которая, скажем так, на любителя, и не везде продающаяся, но в Revegoche сейчас пошел, пошли сайт делать корнеры с этими духами, она специфические, то есть парфюмы, на которые парфюмеры делают, скажем, не деньги, а вот, то есть они свое творчество продают, то есть если, например, Dior, он как бы ради денег, наверное, в большинстве случаев, то тут как бы для ценителей, скажем так, вот, и парфюм, очень многим не понравился он, но одно время я просто, вот я посмотрите, сколько выпрыскала, не так уж и много, да, но вот одно время, когда я им пользовалась, я просто фанатела, для меня это был запах, реально, вот как он описан, там был в брошюрке что-то типа, вы находитесь на яхте, в Средиземном море, там вокруг вас запахи, там трав, прованса, ну в общем, там какая-то, в общем, чего только не намешано, в общем, вот реально, вы вот в таком, в такой атмосфере, где-то вот в море болтаетесь, на яхте, и какие-то такие свежие, душные иногда нотки перед вашим носом проносятся, вот такое вот ощущение, но он просто, вот я сейчас нюхала, я понимаю, что он реально убийственный аромат, и можно реально убить, не только флаконом, но и вот самим ароматом, он очень резкий, он очень, вот нельзя сказать грязный, но вот он, вот он злой, вот как сказать, вот он злит этот аромат, то есть он агрессивный, он дерзкий, он вот злой, вот я не могу по-другому выразиться, то есть он такой провокационный, скажем так, аромат для меня, но на тот момент, мне казалось, что просто я какая-то супер богатая женщина, которая идет от меня там шлев, сейчас я понимаю, как люди реагировали на него, уже немножко по прошествии времени, совершенно просто, вот такой вот он, порву вот такой вот аромат, такой прямо жестокий, но кому интересно, попробуйте, очень интересно, понюхайте, ну и последний аромат, о котором я вначале заикнулась, это моя нежная любовь, моя новиночка, подарок на новый год, это вот такой вот Том Форд, белая замша, когда я первый раз понюхала эти духи, после отзыва на косметисте, одной девушке, мне понравился сам отзыв, я подумала, что после такого отзыва, духи не могут пахнуть плохо, в такой вот, они баночки, ну в такой коробочке, я их попробовала на себе, и поняла, что это просто любовь, они невероятно нежные, невероятно женственные, они немножко душные, и они немножко похожи на крем, косметический, обычный уходовый крем, и когда я на работу с ними пришла, одна девушка, у которой аллергия, Надюшка, привет, она говорит, от тебя пахнет кремом, я говорю, я знаю, духи немножко отдают кремом, у Ольки вообще сложилось впечатление, что это запах бабушкиного старого дивана, я не знаю, у всех по-разному, у Ольки у меня всегда, на такие вещи гораздо сказать, но они просто невероятно, белая замша, не зря называется белая замша, там нотки замша присутствуют, также у Форда очень много духов разных других, и там есть еще духи с кожей, вот тут не очень прослеживается запах замши, но запах кожи в каких-то других, не помню, как они называются, духах, прямо вот очень, прямо вот кожаный диван, конкретно ты сидишь в каком-то кожаном пространстве, очень пахнет кожей, ну для кого-то это вот очень нравится, возможно подойдут духи, в общем такие вот, я не знаю, как их описать, то есть они настолько женственные, зайдите, понюхайте, эти все вот среднестатистически, даже вот эта нишевая аква-депарма, она стоила 3,5, эти без скидки стоят 9 тысяч, то есть они как бы невероятно дорогие, и это реально только на праздник, это просто так вот не пойдешь, не купишь, это реально надо заказывать на какой-то праздник, чтобы человек копил, 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 и купил тебе эти духи, ну в общем да, вот я и заказала на Новый год, просто это божественный, вот когда только прыскаешь, чувствуешь кожу, вот замшу, вот поначалу, вот я сейчас чувствую этот аромат, но потом он выветривается, и вот особенно после, не знаю, 3-4 часов носки, он не очень стойкий, прямо вот что прям, но остается такой тоненький-тоненький, нежный такой, цветочно какой-то, вот такой кремовый запах, вот прямо вот как будто вот вы сидите в таком вот плете где-то, не знаю, в таком каком-то дорогом красивом отеле, или в каком-то красивом дорогом доме, за городом, и вот вы такая вот прямо вся расслабленная, вот такой вот запах, вот такой вот женственности, не знаю, очень мне нравится, вот очень-очень, единственный косяк, вот как бы просто вот она вообще не закрывается, зараза, может быть это вот мой именно флакон, ну вот она абсолютно, я в сумке ее ношу, все время у меня они валяются в розь, ну в общем вот такой вот, зайдите, понюхайте, он в Ревгоше продается, не во всех Ревгошах, но вот в Пассаже и в Норде на просвете я их видела, еще они есть в ДЛТ, ну в ДЛТ они там что-то вообще 10 тысяч стоят, и еще где-то я видела, ну в общем посмотрите, понюхайте, просто божественный аромат, я очень-очень его люблю, му, моя прелесть, причем Том Форд не глупый человек, 30 миллилитровых духов этих не бывает, они только вот в 50 миллилитровой бутылочке, ну вот я уже так нормально подпрыскнула, подиспользовала их, в общем вот такие вот у меня лапушки мои существуют, еще, кстати, я забыла сказать, есть Духи Дона Каран, I Love New York в виде сердечка, кто смотрел мои влоги, видел, что я где-то в декабре, в середине декабря я их покупала, я даже не знаю, где они сейчас находятся, то есть я ими попрыскалась, они достаточно легкие, цветочные, тоже такие забавные, веселые, лайтовые такие, вот аромат такой, но я даже не знаю, где они сейчас лежат, реальные, они у меня были в сумке, какое-то время я их выложила, даже не могу найти, но вот тоже ничего, ничего, и это как раз тот случай был, когда опять-таки вот пробничек из глэмбокса, где были эти духи, не совпал с запахом из самого большого флакона, но я тем не менее все равно их купила, самый маленький размер, литраж, и в итоге я ими так и не допользовалась, я совсем чуть-чуть попрыскала и поняла, что нет, я не могу ими пользоваться, потому что запах не тот, который я хотела, ну хотя не знаю, зачем я тогда покупала, но в общем неважно, вот, ой, прямо, прямо сижу, глагухаю, вот, все, наверное, надеюсь интересно было, я не супер нюхач, не супер знаток духов, но в общем вот показала, какая у меня коллекция есть, вся растрепалась, в общем вот, все, всем спасибо за внимание, оставляйте комментарии, подписывайтесь, делитесь, какие ваши любимые духи, потому что я становлюсь немножко парфюмом-маньяком, хотя у меня на парфюм я вот реально сто раз буду думать, надо мне или нет, и вот только потом куплю, вот, у меня вот такая вот фигня, я не скупаю все подряд, хотя может мне многое нравится, ну в общем вот я дозирую как-то, но вот это я не могла пройти мимо, Том Форд, это, это любовь, не знаю, вообще надолго, я думаю, вот, все, всем спасибо за внимание, оставляйте комментарии, подписывайтесь, пока-пока!